7 апреля 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 Но меня с шести лет интересовали компьютеры и видеоигры. Я немножко программировал, все мои друзья тоже увлекались компьютерами и играми, так что судьба моя понятна. Трудно ли было делать Far Cry? Да, очень трудно. Дело ведь было не только в Far Cry. Надо было поддерживать на плаву Crytek, создавать компанию с нуля, с нуля же разрабатывать наш движок CryEngine. Приходилось параллельно с разработкой игры решать массу организационных вопросов. Честно говоря, мы плохо представляли, что и как делать. Я знаю, что вы недавно открыли украинское отделение Crytek. Как оно? Да, в январе мы открыли студию в Киеве. Очень интересная команда, там уже 15 человек. Сейчас мы занимаемся ее подготовкой и, думаю, в самом скором времени из киевской студии начнут выходить очень интересные продукты. А чем конкретно они занимаются сейчас? Пока не учатся работать со вторым поколением CryEngine, но скоро… Вообще, два самых дорогостоящих аспекта разработки любой игры – это дизайн и всевозможные художественные работы. Когда мы решили снизить стоимость разработки, то подыскивали различные варианты – Индию, там Китай, но в результате решили, что Киев подходит нам больше. Конечно, разработка там стоит дороже, чем услуги китайских художников и дизайнеров, но ребята с Украины очень талантливые, учатся быстро и, в конечном счете, качество для нас важнее всего. К тому же Киев существенно ближе, а в нашей команде уже было несколько ребят с Украины, из Киева, Харькова. Они очень хорошо себя зарекомендовали. Так что мы сразу же наняли 15 человек из Киева. Сейчас они изучают технические характеристики CryEngine 2, а скоро начнут учиться дизайну уровней. То есть, конечно, они уже знакомы с основами дизайна, но они должны понять наши методы, нашу специфику, нашу технологию производства. Как мы знаем, в титрах Far Cry было много наших соотечественников. Да, многие из них сейчас мои друзья. Мы работали бок о бок 5... нет, 6 лет. Один из наших ведущих разработчиков, эстонец, сейчас мой хороший друг. Как и ведущий художник, родом из России. То есть, наша компания не просто коммерческое предприятие, это скорее сборище друзей. А расскажите о своем опыте работы с издательством Ubisoft. Почему в дальнейшем вы решили работать с Electronic Arts? Ubisoft очень интересная компания, очень творческая, агрессивно настроенная, они не боятся новшеств. Но в плане маркетинга, в плане организации рекламных компаний и продаж, Ubisoft значительно уступает Electronic Arts. Видите ли, на данном этапе нам нужна именно реклама и большие продажи. Творческих сил хватает и у нас самих. Мы решили работать с EA из-за их мощной рекламной машины. А вот если вернуться в прошлое, могли ли Electronic Arts издать Far Cry? Нет, я уверен, что Electronic Arts не издали бы Far Cry. Они не рискнули бы. Ведь мы были тогда никому неизвестным разработчиком. На самом деле, скажу вам по секрету, мы предлагали Far Cry Electronic Arts. И они нам ответили, нет, это слишком необычная игра, в ней слишком много новшеств. Тогда мы предложили Far Cry Ubisoft. Но EA сейчас сильно меняется. EA сегодня, год назад, совсем разные компании. За последний год они поняли, что новшества и инновации важны. Они стали охотиться за новыми, необычными проектами. И сейчас EA всеми силами поддерживает нас с Crysis. Именно ввиду его новизны и необычности. Но тогда, во времена Far Cry, у нас с Electronic Arts ничего не получилось. Кстати, а почему новая игра называется Crysis? Мы с братьями решили, что в названии нашей второй игры обязательно должно содержаться Cry. Обязательно. Это, вроде как, наша торговая марка. Может, кому-то это покажется смешным, но игру Crytek всегда можно будет узнать по названию. Ну и вообще, к чему приводит вторжение пришельцев? К страху, к ужасу, к разрушениям. Как это всё назвать одним словом? Кризис. Отсюда Crysis. Вообще-то название пришло в голову и нам, и работникам маркетингового отдела Electronic Arts. Из-за этого мы даже хотели отказаться от названия, как от слишком очевидного. Но потом подумали и решили, что лучшего имени для нового проекта нам не найти. Вообще, идеальное название. Иначе как кризисом, творящейся в игре, не назовёшь. Far Cry был революционной игрой для своего времени. Каких новшеств мы можем ожидать от Crysis? Из главных новшеств для жанра шутера от первого лица можно отметить поддающиеся настройки костюм героя. Мы его называем наномускульным костюмом. Ещё мы позволяем игроку перехитрить врага. Пришельцы Crysis действуют на основе того, что видят и слышат. Никогда ещё в шутерах не было пришельцев, честно действующих на основе своих зрительных и слуховых ощущений. Обычно весь вражеский интеллект сводится к простеньким тактическим схемам. Наши пришельцы видят и слышат. Более того, они видят в инфракрасном спектре. Если игрок не хочет, чтобы его заметили, он должен с толком использовать особенности окружающей обстановки. Если пришельцы не видят и не слышат игрока, то он может использовать своё тактическое преимущество как ему угодно. Устраивать засады, атаковать со спины и вообще избегать боя. Далее окружающая обстановка поддаётся разрушению. Падающие деревья, разлетающиеся на куски ледяные глыбы, ну а к финалу бои в невесомости. Да-да, все бои на борту корабля пришельцев происходят в условиях нулевой гравитации. Вы сказали, что в названиях ваших игр всегда будет присутствовать Край. А все игры Край Тег будут происходить на островах? Да нет, конечно. Уже в следующей игре не будет никакого намёка на острова. А как вы относитесь к серии игр Far Cry Instincts для Xbox? Мы следили за разработкой Far Cry Instincts. Я считаю, что у разработчиков получилась очень хорошая конверсия наших технологий под ограниченные возможности первого Xbox. Но геймплей серьёзно пострадал при переносе с платформы на платформу. Ни о какой хитрости там речи не идёт. Игра на чистую реакцию. Думать не нужно, нужно стрелять. Есть только один вариант прохождения. Но кое-что у них получилось. У героя появились новые способности. Да и графика для такой слабой машины, как Xbox, просто фантастическая. Мне самому нравится Far Cry Instincts. Я считаю, что он даже лучше, чем Hello. Но с ПК-версией Far Cry эту игру сравнивать трудно. Crysis больше походит на киноблокбастер, нежели Far Cry. Far Cry – фильм категории B, боевичок на видео. Crysis – дорогое эпическое кино о вторжении пришельцев. Голливуд, блокбастер, кино категории А, вторжение пришельцев. Решается судьба всего человечества. Far Cry речь шла о безумном учёном, о его дьявольских экспериментах. Но ведь это тоже интересно? Возможно, но не для меня. Мне история о безумных учёных не очень нравится. Я предпочитаю настоящую научную фантастику, войну миров. Far Cry и без сюжетных изысков очень неплохая игра. До сих пор хорошо смотрится. До сих пор нет шутера, который мог бы поспорить с Far Cry в плане интеллекта врагов, перестрелок на открытой местности. Выходили хорошие шутеры, но ни один из них не происходит в джунглях. А насколько всё-таки эпической будет ваша война миров? То есть… Ну, то есть, Crysis будет длинной или короткой игрой? Где-то часов 12 геймплея. Но в каждую секунду упаковано в 4 раза больше экшена, чем Far Cry. Игра будет короче, но гораздо более насыщенной. Её можно будет пройти раз 10. Первые 3-4 раза Crysis можно пройти, не повторяя ни единого действия. Столько в нашей игре вариантов прохождения. На пятый раз кое-что начнёт повторяться. Но уникальный игровой опыт в каждом из первых 3-4 прохождения игры я гарантирую лично. Ну и я бы посоветовал на каждом прохождении игры менять уровень сложности. Тогда точно не надоест. Однопользовательская кампания займёт, как я уже говорил, 12 часов. Но ещё есть многопользовательский режим, в который можно играть практически бесконечно. Вечно. Без сомнения появится множество карт, разные многопользовательские модификации, так что... Far Cry прожил активной жизнью где-то 2 года. Crysis, мне кажется, проживёт существенно дольше. А вы видели видео скоростного прохождения Far Cry? Да, замечательно. Было очень интересно смотреть. Парень вытворял какие-то безумные вещи. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вы любите, что вы видите о Крысисе. И продолжайте читать о Крысисе. И с вашим поддержкой мы сможем сделать это самое лучшее. Спасибо. Игромания! Игрого и сверха Прис엔щик следullen. Подписывайтесь на канал! Игрого и сверого и сверху!